Я приветствую зрителей канала АТВ. Это полезный проект «Среда». 2016 год объявлен годом российского кино. Приятно, что для жителей Ставропольского края этот год стал интересным и ярким. Среди прочих мероприятий, приуроченных Году кино, отмечу творческие встречи, которые проводит на Ставрополе мой сегодняшний гость. Певец, актер, телеведущий, композитор и поэт-песенник Сергей Переверзев. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Я заметил, что у вас проходят и кинофестивали, буквально следом, по-моему, кинофестивали «Золотой витязь» будет. Я очень рад, что Ставрополье такое продвинутое, можно сказать. Но вообще у вас очень особенный, особый, скажу, край и особое гостеприимство. У нас встречи проходили сначала на территории государского края, потом мы переехали в ваш край. И я хочу сказать, что гостеприимство зашкаливает. Вот среди населенных пунктов Ставропольского края где уже успели побывать и как принимают? Более развернуто в вашем понимании гостеприимство? Ну, встречи у нас идут очень плотно, по 2-3 встречи в день. График составлялся осознанно, чтобы города находились близко, было удобно переезжать. Выступили на Ставрополе мы и в Красногвардейском районе, и на Александровском районе, в Шпаковском районе, в Солнечнодольске, в Минеральных водах. Выступили, доехали даже до Карачаева-Черкесия, и были и в Кочубеевском районе. В общем, у нас 14 творческих встреч. А, и были самое главное в Ставрополе, где был великолепный... Где мы сейчас и находимся. Конечно, великолепный прием в кинотеатр «Мир». И прямо вот там были единомышленники в зале. А что происходит на ваших творческих встречах? Вы знаете, это такой уникальный формат. Творческие встречи – это не сольный концерт. Я всем говорю, потому что у нас есть и сольный концерт, поскольку я певец. Но чтобы он состоялся, нужен весь коллектив. А у нас не маленький, 17 человек. Чтобы это получилось шоу, которое всем понравится. То мы придумали такой социальный проект, который смогут посетить все. То есть я рассказываю самые яркие моменты из своей жизни. Конечно же, они актерские. Вы выстроены, поддержаны видеорядом. В общем, это вот такое откровение. Откровение со зрительным залом. Кто-то, может, какой-то получает опыт. И опыт. И вопросы. Допустим, я им тоже дарю сегодня диск. Это мой последний... Не последний, крайний. Пятый сольный диск называется «Гулять так гулять». Я эти диски в конце нашей встречи разыгрываю. За 10 уникальных вопросов. О чем нельзя прочитать в интернете, там, обычно, вы женат или не женат, дети, я, если нет, ваши творческие планы. Я говорю, самые оригинальные, интересные, неизбитые вопросы. И народ очень активно, особенно в Ставрополе, даже уже и дисков не хватило. Они проспечатали мои фотографии. И, в общем, вопросы сыпались бесконечно. Вы немножко рано мне отдали диск. Нужно было по итогу нашей беседы посмотреть, оригинальные будут вопросы или нет. И потом, если бы я был оригинальный, вы бы мне его вручили. Забирать не буду. Как известно, уже об этом говорил, вы активно проявляете себя в разных сферах. Это и телевидение, и кино, и музыка. Ну, и театр тоже. Что для вас сейчас в приоритете, расскажите? Вы знаете, телевидение совершенно не мешает эстраде. Даже мне очень нравится мой график, поскольку, я не знаю, как в Ставрополе, в Москве телевидение работает в режиме пула. То есть в один день снимается сразу месячный, ну или полумесячный задел. Поэтому ты работаешь один день полноценно, почему так все передачи снимают, либо два дня в месяц. И остальное время ты можешь гастролировать, ездить с творческими встречами, ездить с сольными концертами, снимать видеоклипы, записывать песни. И я очень рад, что это как-то удачно соединилось. Но сейчас у меня наступает очень сложный период, поскольку приближается Новый год. Я прошел кастинг в мюзикл «Тайна волшебной печати», который будет проходить в Москве 25 спектаклей в новогодние дни. Бренд не буду называть, реклама запрещена. И, конечно же, вот я прилетаю, начинаются очень жесткие репетиции. Но это опять-таки шаг вперед. Я осознанно ушел из театра на телевидение. Шесть лет я вообще не принимал, скажем так, участия в театральных постановках. Полностью посвятил телевидению и эстраде. И сейчас я чувствую, что то время пришло, вот раз так сложилось, хотя на кастинг я пришел шутя, вот просто так. Увидел, почувствовал, что да, да, это может быть. И так сложилось, что я уже не пошел даже на третий тур, меня утвердили после второго. И так что сцена тоже будет в моей жизни, причем очень скоро. Театральная. Театральная новогодняя? Да. Мюзикл. Тогда вас уже можно поздравить с наступающим. Да, да. С наступающим новогодним. А если говорить о кино, есть ли какие-то особенные для вас роли? Те, которые больше всего запомнились, может быть, полюбились. Ну, честно говоря, я в кино снимался мало. И опять-таки, осознанно ушел оттуда. Ну, смотрите, насколько малого. У меня здесь есть список, мы подготовились. Снимались, вы знаете, в сериалах «Обручальное кольцо», «Дворики», «Глухарь», между прочим. Да, да, да. Сериал «Рыжая», «Охота на гения», «Банкирша». В фильме «Сказка любви». «Сказка любви» – это полный метр, главная роль. Наверное, он запомнился больше всего, потому что я учился на пятом курсе. Поскольку у нас театр, где я учился в ГИТСИ, Государственный институт театрального искусства, расшифрую. И поскольку это театральный институт, ну, там есть, был и будет факультет музыкального театра, где я учился. И нам была доступна информация о всех кастингах и пробах, они вывешивались прямо под расписанием. И я узнаю на пятом курсе, что будут пробы в полный метр картины «Сказка любви». Я приезжаю в выходной день, на эти пробы меня просили показать 3-4 разных состояний и сказали, можете ли вы завтра сниматься. Это, допустим, было в воскресенье, а в понедельник в 9 утра на снимочную площадку в Ногинск. Ногинск – это 2 часа езды от Москвы. Вот такая холодная осень, как сегодня, 9 часов утра на берегу реки, в рубашках с коротким рукавом мы снимаем уходящую натуру «Лето». И не запомнить невозможно. Но, как минимум, в таких условиях одно состояние показать точно можно. Да, пара за рта, текст вылетает, и ты думаешь только о кофте. Но запомнилась эта картина тем, что это была первая серьезная большая роль. После этого я большие роли не играл, я, в принципе, вообще ушел из кино после «Обручального кольца». И мне дали вот такую кипу текста, поскольку главный герой, а текст запомнить невозможно. Картина очень специфическая такая, мистическая. И я учился на пятом курсе, я повторю, я ходил на занятия, я играл в дипломный спектакль, учил английский язык, по ночам ходил в спортивный клуб. И вот только мне сойти с ума, и текст учить некогда. И я понял, что я эту роль буду учить вот в пути. Пока я еду два часа, я не сплю, хотя очень хочется. А буду учить эту роль, и, в принципе, меня спасла моя самоорганизация. И вот мне запомнилось, что это, конечно, был безумный период, потом еще озвучание, но я рад, что я с этим справился и не подвел партнеров. А что за состояние должны были показать на кастинге? Ой, ну вот... Ну, как это происходит? Давайте немножко... Ну, конечно, исходя из сценария. Вот ты увидел свою девушку с другим парнем, вот тебе она приснилась, как ты там просыпаешься во сне. Ну, то есть, там, это от фантазии постановщика зависит. Ну, то есть, какие-то ключевые моменты, которые... Ну, да, да, и мы понятны, я справлюсь или нет. Но, на самом деле, он так, наверное, схитрил. Он мне говорит, ты когда вошел, у нас же был большой кастинг, я сразу понял. Вот он, наш главный герой, Егор. А если говорить о сериалах? Не люблю их. Что это за роль? Естественно. Почему? Почему вы не любите? Ну, вы знаете, что... Смотреть не любите или сниматься? Сниматься. Ну, и смотреть тоже. И смотреть ты тоже. Разумеется. Сегодняшний обязательный секрет успеха любого сериала нужно кого-то убить и расследовать, иначе рейтинга не будет. То же самое было в том самом обручальном кольце, где играл следователя. И, значит, мы, мать, сняли эти сцены. Ну, вы знаете, вернее, не знаю, помните вы или нет, это был бесконечный сериал. Я тоже не знаю, помню или нет. Да. Значит, было 250 серий, потом письма телезрителей, значит, до 500 его продлили. Потом опять рейтинг бешеного 750, потом снова письма, хотели делать тысячу серий. И на протяжении всего фильма всех убивали. Всех-всех. Главные герои, все они менялись. В общем, там уже никто не помнил, что было в начале. И мы отсняли сцены расследования, мне звонят, говорят, Сергей, у нас брак, вот будет пересъемка. Я говорю, а в чем брак? Ну, вот мы же снимали в гостини... Ну, как бы декорация гостиницы, я говорю, да. Декорации были картонные, я говорю, да. Да. Убийство произошло в ванной комнате, я говорю, да. И кафель был приклеен к картону, я говорю, да. И там был у нас сквозняк сильный, я говорю, ну, все замерзли, да. Ну, так вот, у нас окровавленный кафель дрожит в кадре, поэтому вот надо переснять. Я приезжаю на площадку и вижу примерно вот такую картину. У нас новый режиссер, у нас новые операторы и новые сценаристы. Была дочка, откуда-то уже и сын у нас появился. Ну, мы это пересняли, все, и нам сказали, что теперь выезжаем искать, трупы в лесу, в Московскую область. Я думаю, какой-то ужас вообще. И слава богу, наступило дымное аномальное лето 10-го года, когда вокруг Москвы горели торфяники, пальца даже не было видно. И я понял, что в кино мне сниматься больше не интересно. Но год назад моя подруга, сценарист и режиссер Каренев Альянс, известная вам по картинам, Серафима прекрасная, жених для Барви, по главной улице с оркестром, там, где ты, у нее много прекрасных фильмов. Она, причем, снимает не сериалы, а как в советское время многосерийный художественный фильм, там, 8, 10 или 12 серий. Да, да, сейчас в последнее время. Предложила мне написать для ее новой картины «Солнечный зайчик», ну, как сейчас модно сказать, саундтрек, ну, песню. И мне посчастливилось не только ее написать, записать, но еще исполнить в кадре. Песня называется «Прошу неба», есть, кстати, в этом диске, скоро, мы надеемся, этот фильм выйдет. Прямо открыл и сразу ее увидели. Я понял, что все, что связано с музыкой, это мое. Это мы чуть позже поговорим на эту тему. Сериалы все-таки не нравятся из-за подхода, как я понял, да? Да, да. Вы понимаете, если это большой сериал, то серия буквально пилится вот одна в день. Очень быстрыми темпами даже нет никакого периода звучания, хотя это тоже очень важный процесс, то, что ты не сыграл на этом морозе, да, в принципе, можно новые краски придать в процессе дубляжа. – Вопрос, который интересует меня, наверное, все-таки как вашего коллегу, с одной из граней вашего таланта. Что для вас в телевидении, расскажите, пожалуйста. – Телевидение – это громаднейший опыт. Я помню этот день, поскольку я работал в музыкальном театре, музыкально-камерный театр Бориса Покровского, который находится около Красной площади. И вот уже вышел фильм «Сказка о любви», записан дебютный диск, все нужно презентовать, фильм вести на кинофестиваль, из театра не отпускай, потому что театр – это второй дом, ты либо уходишь навсегда, либо ты работаешь. Работаешь ты с 10 утра до 10-11 вечера, пока не закончится спектакль. И так каждый день, кроме понедельника. Я, конечно же, понял, что что-то в нашей жизни нужно менять, и вдруг о величество случаев. Я узнаю, что в первом канале программы «Доброе утро» в рубрику «Полезные советы» требуется соведущий молодой человек. Я приезжаю для знакомства с продюсером, и, как мне казалось, мы как-то вот, ну, наверное, не сразу нашли общий язык, и мне сказали фразу, которую вы, наверное, тоже не раз слышали, мы вам перезвоним. Мы закрыли театральный сезон, я уехал отдыхать и... – В такси слышишь? – Возвращаюсь. – В августе месяце в Москву, и звонок, и Сергей, «Здравствуйте, беспокоят Первый канал, завтра у вас первый съемочный день». Я, конечно же, не поверил. И я думал, что, конечно, акулы меня Первого канала съедят. И когда я приехал на площадку, я увидел доброжелательнейший коллектив, с которым я дружу и работаю уже седьмой год. И поскольку я знал кинокамеру, но не знал телекамеру, мне хотелось первый день ею как-то овладеть. И я работал с такой жаждой и отдачей, что когда впервые наша рубрика вышла на экран, то все подумали, что это какая-то юмористическая, легкая утренняя передача. А на самом деле мы даем советы, как сэкономить. Но я очень рад, что телевидение появилось в моей жизни. Это тоже определенная школа. Допустим, в театре мы работали на посыли, чтобы было слышно до последнего ряда. А телевидение – это все-таки более такой... естественный жанр, я бы сказал. На улице Мира вас слышали, наверное, сейчас на посыле. Скажите, пожалуйста, какое место все-таки оно занимает, телевидение? Ну, я бы хотел сказать, что эстрада и телевидение стоят у меня на первом месте. На первом, то есть верхнюю ступеньку занимают целых... Хит-парады, да. Они друг друга дополняют. Давайте о музыкальном в вашем творчестве. Я знаю, что у вас целых пять дисков. На сегодняшний день. Да, на сегодняшний день немало песен о родине. У меня есть целый патриотический цикл песен о родине. Патриотические композиции, да. Да, я пою как песни о любви, но поскольку я тенор, да, и нас учили там петь примерно так там... Я моя, мама, да, поя моя... И, конечно же, все говорят, вот ты пьешь о любви, пой о девушках, о женщинах, о несчастной любви, разделенной любви, о любви на расстоянии. Вот. И я понимал, что нужно петь патриотические песни тоже, поскольку если этим не будем заниматься мы, певцы, актеры, музыканты, телеведущие, художники, там, скульпторы, то кто тогда вообще будет воспевать нашу Россию? А вот и о любви, и о родине есть песни. Как вы охарактеризуете свое творчество? Оно у меня на сегодняшний день, слава богу, разноплановое. Если дебютный диск вышел, оно было одноплановое. Я понимал, от этого нужно уходить, поэтому я нашел себе сразу массу соавторов. Но на сегодняшний день я доволен своей концертной программой, потому что у нас появился такой редкий блок песен. Это песни о людях сложных профессий. И есть песни о регионах России. Есть песни про Чеченскую республику, про Петербург, Подмосковье, Мордовию, Кубань и Ставропольский край тоже. Песня называется «Новый край». Вот этот вопрос я оставил напоследок. Засыпку. Да, засыпку. Но давайте к нему вернемся чуть позже. Разноплановое, да? То есть у вас ваше творчество. Ну да, у нас есть и юмористические песни. Ну понимаете, ну как можно, может сольный концерт идти, ну скажем так, не в одном жанре, но в одной тематике? Народ же просто уснет. Конечно, нужно... Большинство концертов так и происходит? Так и происходит, да. Ну и у нас 1 марта прошел в Москве сольный концерт, концерт-съемка. Скоро вы уже увидите на экранах. У нас и веселый, называется «Гулять так гулять». Поэтому если в телепрограмме вы увидите, смотрите смело, получите массу. Кто принимал? Ну там были звездные гости тоже, да. Ну вообще очень большой состав артистов. Были, понятно, музыканты, несколько балетов. И Ольга Зарубина. Было несколько дуэтов, скажем так. Ольга Зарубина, детский музыкальный театр «Дамисольки». Таня Баланова не смогла быть, но эту песню наш хит «Раненые птицы» спела Алина Гроссу. Была киноктрица Ольга Хохлова, фолк-певица Анна Сизова. И артистка оригинального жанра Ольга Мюнхгаузен. В общем, там даже депутат Госдумы со мной спел. Неожиданное было. И, конечно же, был фолк-коллектив, который в финале просто всех порвал. Неважно, депутат или не депутат, если есть желание петь. Мне понравилось, что он отобрал именно эту песню. У нас такая песня есть. «Нелегкое дело, закон защищать, ответственно, честно и смело. Недаром доверила Родина-мать нам это нелегкое дело». И он говорит, это мои принципы. Я говорю, давай дуэтом споем. Говорю, я не пел никогда. И он прекрасно спел, справился. Так что талантливые люди, талантливые во всем. Еще вопрос у меня, да, опять же, возвращаясь. И продолжая тему дуэтов. Прекрасные дуэты, в том числе с Екатериной Шавриной, Татьяной Булановой, как сложились, да, с кем еще были дуэты, вот так поподробнее, и как они вообще состоялись? Да, я понял. Первый дуэт был с Екатериной Шавриной. Я записал дебютный диск и понимал, что, ну сколько диск там вмещает? 12 композиций, да? И мы делали презентацию дебютного диска, а записывал его саундпродюсером, был экс-лидер группы «Верх» Алексей Потехин. Я понимал, что как-то вот на твой такой вечер, творческий, маловато песен. И я обратился к своему другу, к композитору Виталию Укракову. И говорю, Виталия, мне нужно буквально три песни, но совсем другого плана, не то, что я пою сегодня. Он послушал, мы с ним написали, по-моему, совместно три песни, и вдруг он показывает песню, которую сольно поет Екатерина Феоктистана. Он говорит, ну как-то вот Екатерина, ну, она Катя называет, не очень любит эту песню сольно петь, потому что она дуэтная. Я говорю, так давайте сделаем дуэт. И, в принципе, поскольку у него уже была сольная версия, мы легко дописали дуэт. Я выучил партии, в которой мне она играла. Говорит, ты вот здесь должен секс-то спеть, тут терцию. Я это все пропел. Ну, это был наш самый первый дуэт. Потом у нас появился дуэт с Таней Булановой. Там очень длинная история, не знаю, не хватит передачи. Но была интересная видеоработа даже с видеоклипом. И видеоклип снимался очень весело, поэтому на всех музыкальных телеканалах он прошел, где бы мы сейчас на творческих встречах его не показываем. Все его знают и любят, и подпевают. Потом у меня появился дуэт с Ольгой Зарубиной, но мы с ней долго жили в одном районе, не могли не познакомиться. И так у нас появился дуэт. Но когда, самое интересное, вышел дуэт с Таней Булановой и Олей Зарубиной, вы, наверное, знаете, что артисту дуэтами петь очень полезно. Ведь это та самая база музыкального училища, которые нас учили. Вместе брать дыхание, вести фразу, вместе снимать дыхание. Ну и с партнером на сцене. Это повышение квалификации, да? Да, это твоего слуха. И есть, конечно же, и минус. Когда появились два этих дуэта, почему-то Екатерина Феоккистовна этот дуэт с ней не участвовал в этой смешной истории. Мне стали приходить от поклонников на лицеронную почту примерно вот такие письма. Ну, через обратную связь с сайта. Сергей, скажите, пожалуйста, а кто все-таки ваша жена? Таня Буланова или Оля Зарубина? Ну, песням, конечно, это шло только на пользу. Голосовые сообщения, например? Да. Ну, там, понимаете, стояли смайлики. И я не как актер читал их, конечно же, в своем ключе. С кем из этих прекрасных девушек вам работалось ли легко с ними, скажите? Конечно, конечно. Это все безумные профессионалы. То, что они поддержали эти дуэты, это однозначно плюс. И это большие такие интересные работы, которые были с презентациями. Допустим, с Ольгой Зарубиной у нас были совместные концерты. Все возможные съемки. Ну, то есть, работаться плохо с ними не могло. Но мы пошли еще дальше. Мы заставили петь киноактрису Анжелику Вольскую, которую вы, наверное, прекрасно знаете. И везде ее любят. И я изначально предложил. А что это за история? Я знал, что она дома скромно исполняет романс. Я говорю, Анжелика, сделай номер для эстрады и выступай. Она сказала, нет, 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 нет. Петь я не буду никогда. Я актриса кино, а кино я знаю все. Но как-то в процессе беседы мы решили, что это будет дуэт. И так появился наш первый дуэт, «Моя любовь». Мы его презентовали на радиостанциях, отсняли видеоклип. Это песочное 3D-шоу, основная идея художника Муза. И один федеральный телеканал попросил нас для новогоднего огонька написать и записать песню какую-то веселую такую для певца и актрисы. Но мной была написана песня, которая называлась «Подснежники». Но я подумал, какие-то цветы очень быстро отцветают они. Ну, сезонные, скажем так. А хотелось, чтобы песня была уместна весь год. И я переименовал ее в «Ромашки». Мы ее записали, презентовали на радиостанции. Стали делать номер, искать костюм и реквизит. Как вдруг узнаем, что одна известная артистка везде ее исполняет. И вот не жалко, если честно. Но везде идут титры, что слова народные, музыка народные. И, конечно, нам пришлось отстаивать свои права. Так что вот так с Анжеликой было интересно работать. Даже вот кому-то понравилась наша песня. В ближайших планах есть какие-то дуэты? Если есть, то с кем? Вы знаете, я о них не думаю. Будут это дуэты или не дуэты. Но вот как пишется песня, да? Допустим, есть уже готовый музыкальный материал. Мною написанный, немною написанный. И ты понимаешь, как эту песню нужно сделать, чтобы она попала в сердца слушателей. Вот маленький пример. Мы совсем недавно, осенью, в начале осени записали песню, которая называется «Подруга осень». Это абсолютно новая песня. И я понимал, что в сольном исполнении она, скорее всего, проиграет. И я предложил своим друзьям цыганскому ансамблю «Валенсия» спеть ее со мной. И песня заиграла просто яркими красками. Что называется «заиграла». И сейчас уже в интернете на нее масса версий всяких видеоклипов, коллажей. Я даже был удивлен. Хотя песня там всего лишь месяц, да? Но ее уже поют. Хотя мы еще и не пели ни разу. Мы только готовим ее для очередного концерта с южники. Артист всегда опаздывает. Если ее уже слышали до этого где-то, да, то на концерте она будет восприниматься. Но иначе, я согласен, да. Так что планировать дуэт с кем-то «Бубыта Гурска» или еще кто-то, но это невозможно. Возможно, не подойдет песня, или у человека не будет времени, или не понравится музыкальный материал. Это же происходит почти спонтанно. А с кем бы хотели спеть? Вот если взять вообще всевозможных артистов, которые были вообще за эту историю. Вы знаете, перечислять Александру бессмысленно. Я открыт для таких работ. Я считаю, что, как я сказал, дуэтом петь очень полезно и всегда поддерживаю такие предложения. Я имею в виду какой-то, может быть, ваш кумир, который вдохновляет вас? Моего кумира уже нет в живых. Ну, я имею в виду, что да, если бы была такая возможность просто представить, с кем бы вас петь. Ну, я бы с большим удовольствием бы спел с Людмилой Марковной Гурченко. Я ее очень уважал и любил. И объясню, почему. Когда я поступал в ГИТИС, у меня был красный диплом музыкального училища. И нужно было бы сдать первый экзамен на 5, и я уже как вроде и студент. Но когда ты подходишь к этому высшему учебному заведению, должны взять 18 человек, а там стоит 500. И все хотят петь, танцевать, быть на эстраде, сниматься в кино, быть успешными. И я очень стал переживать. И тут мне в руки попала книга Людмилы Марковной Гурченко «Аплодисменты». Не читали вы? Перечитаете. Это заряд будрости на всю жизнь. И там она описывала свое поступление во ВГИК. Когда она приехала из Харькова, она привезла с собой аккордеон и уже открывала дверь в высшее учебное заведение, как вдруг стала сильно переживать. И она себе сказала, давай, подбирай свои дрябы, трясы, вперед! Вот что может быть хуже, если тебя не возьмут? То же самое сказал себе и я. Вот что может быть хуже, если я не сдам этот экзамен? Пошел его и сдал. Уже спустя годы я увидел ее в коридорах Останкина. И поскольку я знал, что она не очень любит какую-то навязчивость, не очень любит повышенное внимание, я к ней очень тактично подошел и поблагодарил за ту самую книгу аплодисменты, которая мне помогла поступить в высшее учебное заведение. Но я сказал, увы, я не знал, что вы сегодня здесь будете, так бы взял, хотел бы автограф получить. На что она сказала, значит, встретимся, молодой человек. И мы с ней уже увиделись, опять-таки, спустя годы в Доме кино, на премьере ее последней картины «Пестрые сумерки». И она была полна сил, энергии. Это просто был фонтан эмоций. И когда через несколько месяцев она ушла из жизни, в это просто никто не мог поверить. И у меня до сих пор перед глазами, как она отплясывала в конце этой картины. Такая, знаете, интересная история. Дальше вот тот самый вопрос у меня. Не могу никак переключиться с Людмилой Марковной Гурченко. Почему-то. Вы написали песню о Ставропольском крае, да? Да, о Ставрополье. Очень интересно было бы узнать нашим зрителям, жителям Ставрополя, что это за песня. Расскажите, пожалуйста. Как вообще так получилось? Песня называется «Мой край». Давно были написаны стихи и лежали. Но поскольку я очень дружу с Надеждой Алексеевной Чепрагой, а у нее муж из Светлограда, он, правда, тоже уже ушел из жизни, профессор, доктор экономических наук, и я понимал, ну, наверное, эта песня ей бы подошла больше. И ей показал стихи, говорю, если вам понравится, напишем музыку. Она сказала, стихи с мясом, образы прекрасные. Я, по-моему... Стихи с мясом расшифровываю. Ну, то есть не пустые. У нас тенденция на сегодняшний день, что текст попроще, мелодия ни о чем, сразу на верхнюю строчку фит-парада, и через месяц песню в урну. То есть у нас наступило время сезонных песен. Я это не приемлю. От снежников это пожелает. Да. И ей тоже понравилась эта песня. Она говорит, мне кажется, я узнаю этот край. Там же родился мой муж. И она говорит, ну, я как-то не планирую записывать новые песни, потому что мне вот старый, хватит для работы, вот так. И песня лежала, лежала. И тут я познакомился с одним очень интересным автором. На сегодняшний день это мой большой друг. Мы с ним написали уже несколько песен, Евгением Фокином. И я ему даю эти стихи. И так получается, что, допустим, я ему вчера отдал их, а сегодня иду по Малой Бронной в Рао, и навстречу идет Женя. И такой, говорит, слушай, только-только бомбалванку, ну, демо сделает этой песни, написал музыку, на, послушай. Говорит, ну, это ж надо так совпало. И я, конечно же, бегом домой вставил диск и понял, что песня просто моя. И так, понимаете, я же знаю Ставрополь, да? В совхозе Красной Маночки, Туркменского района, жили мои бабушка с дедушками. И каждое лето отдыхал у них. Вот эти степи, вот эти образы Ставрополья, сельское хозяйство, растениеводство и счастливое детство, оно, конечно же, не может пройти незаметно. А что вас вдохновляло, когда вы писали? Воспоминания молодости. Воспоминания вот те самые о детстве, да? Они, увы, вернуться не могут, но до сих пор помню комбайны и уборку пшеницы. Ну, в общем, дедушка же у меня был хлеборобом. Он и убирал хлеб тоже. Я знаю цену вот этой работе, когда мы, там, городские жители, пытались этот хлеб отщепнуть. Он сразу бил нас по рукам и говорил, вы не знаете какой-то труд, поэтому берите кусок и кусайте. Кстати, я знаю, что вы, Сергей, награждены почетной грамотой Министерства культуры Ставропольского края. Да, да, да. Год назад произошло такое интересное событие. Это как-то связано с песней? Ну, и с песней, наверное, тоже связано. Ну что, я вас поздравляю с прошедшим выступающим новым годом, который вам предстоит. И желаю удачи, чтобы вот тот предновогодний график, о котором вы говорили, оказался максимально простым и... И полезным. И непонятным, да, ну и, конечно, полезным. Спасибо вам большое. Я напомню, сегодня гостем в нашей студии был певец, актер, телеведущий, композитор, поэт-песенник Сергей Переверзев. Спасибо вам большое. На прощание две строчки, можно? Да, пожалуйста. Как сказал Байрон в 13-й песне Дон Жоана, «Не в силах мы судьбой повелевать, но есть один закон, который вечен. Умей следить, рассчитывать и ждать, и твой успех навеки обеспечен». Вот так. Спасибо вам большое. Спасибо. Будем ждать вас снова в гости. Спасибо. 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 Спасибо.